Согласно легенде, задолго до зарождения нашей цивилизации жили люди, обладающие высоким уровнем культурного, технического и политического развития. Они населяли остров Континенты, Атлантиду, до ее исчезновения. Была ли она на самом деле? Через 2300 лет, после первого упоминания о ней, люди все еще пытаются разгадать загадку Атлантиды и ее жителей. Я верю в реальность Атлантиды. Я верю, что такая цивилизация существовала. А после ее уничтожения, обломки этой культуры распространились по планете. Покоятся ли на дне морском развалины Атлантиды? И не выжившие ли жители Атлантиды обучили египтян строить пирамиды? Или создали культуру майя? Не изменили ли они ход истории, опережающими время технологиями? У жителей Атлантиды могли быть даже компьютеры телевидения. Или же вся эта история не более чем легенда? Насколько мне известно, достоверных свидетельств существования Атлантиды нет. Мы рассматриваем аргументы приверженцев и скептиков наравне. В поисках неуловимого потерянного континента. Реальность или фантастика? Атлантида. Легенда Атлантиды захватила современные умы, как немногие другие мифы. Считается, что по размерам континент соответствовал Азии и состоял из плодородных равнин с окруженным рвами дворцом посередине. Этот остров был раем, созданным сыном греческого бога Посейдона. Местом, где многие поколения жили в достатке, мире и равноправии. Почтенные жители Атлантиды поклонялись быкам, прогуливались со слонами и пировали кокосами. На божественные черты вытеснились человеческой природой, и они сделались воинственны и жадны. Затем, в течение одного дня и одной ночи, в результате землетрясения и наводнения, Атлантида погрузилась на дно. Это великая легенда. Но насколько она достоверна? Некоторые убеждены в реальности Атлантиды. Многие считают, что Атлантида не более чем миф. Но я верю, что эта цивилизация существовала. Я думаю, некоторые жители Атлантиды выжили после катастрофы, затопившей континент. Защитники Атлантиды делятся на две группы. Тех, кто ищет сам континент, и тех, кто считает, что выжившие жители Атлантиды оставили след в виде многих памятников древности. Все берет начало от греческого философа Платона, написавшего в 360 году до н.э. книгу о потерянном континенте Атлантиды. Она имеет форму философских диалогов между Тимеем и Критием. Для некоторых людей этот документ – пережившие века карты сокровищ. Многие исследовали ей и пришли к совершенно разным выводам относительно расположения Атлантиды. В основном из-за того, что толковать данные Платоном ориентиры непросто. Он описывает, что Атлантида находится перед проливом, зовущимся Столбы Геракла. Традиционно считается, что Столбы Геракла – это Гибралтарский пролив, являющийся воротами в Средиземное море. Но за этим проливом – весь мир. Некоторые полагают, что острова вроде Канарских и Азорских могут быть останками Атлантиды. Но по другим предположениям, эта утопическая страна находится чуть ли не в каждой точке мира, включая Антарктиду, Южно-Китайское море, Ирландию, обе Америки, Испанию, Анды и даже на дне озера в Доминиканской республике. Существовала ли Атлантида? Платон не говорит ни да, ни нет. Он не ставит это под сомнение и дает удивительно подробное описание, что это остров, что он состоит из концентрических кругов суши и воды, суша, затем вода, затем суша, затем вода, с каналами между, чтобы суда могли проплывать внутрь. Несмотря на карты и подробное описание, поиски останков Атлантиды пока не увенчались успехом. Однако поиск выживших жителей дал интересные результаты. Некоторые считают, что были жители, пережившие затопление Атлантиды, которых разбросало по дальним берегам, и они привнесли свои превосходящие знания в некоторые молодые развивающиеся культуры. Нет лучшего подтверждения этой теории, чем повергающие в трепет монументы древнего Египта. Аргумент Атланта Манов, слаборазвитый народ не мог в одночасье начать строить такие грандиозные сооружения. Они не осилили бы столь сложные расчеты и не высекли бы столь безупречно ровные углы медным инструментом. Ответ – им помогли. Поборник этой теории, писатель и экскурсовод Уильям Генрик, привез группу единомышленников в Египет для изучения свидетельств. Пирамида в Гизе – удивительное творение рук человеческих. Она сооружена из сотен глыб известняка, облицованных пластинами из красного гранита. Вес многих превышает 150 тонн, втрое больше крупнейших камней Стоунхенджа. Жители Атлантиды, согласно древним записям, брали эти камни в тысячи километров от строительства. Как же их перемещали? У Уильяма Генри есть идея. Я предполагаю, что они владели какими-то противоперегрузочными технологиями, позволяющими делать камни, если не легче перышка, то почти, и таким образом двигать их, поднимать в воздух и перемещать, куда требуется. Противоперегрузочные технологии – это, конечно, маловероятно. Но найденные в храмах Абедоса надписи говорят о том, что египтянам были известны технологии, считающиеся исключительно современными. Не вертолет ли это? Подводная лодка и НЛО на рисунках. И не объясняют ли они, как именно жители Атлантиды появились в разных точках мира? Ведь утверждается, что архитекторы Атлантиды трудились и над Ангкор-Ват в Камбодже, и над статуями острова Пасхи. Они добрались даже до Америки. Мексиканская легенда повествует о пришедших из-за моря белых бородатых богах. Есть человек, считающий, что этими пришельцами были жители Атлантиды. И именно они помогли майя построить их волшебные храмы. Антрополог и писатель Джордж Эриксон изучает майя 30 лет. И он обратил внимание на нечто совершенно невероятное в храмах Ушмаль и Кахунлич. Платон упоминал о наличии в Атлантиде слонов. Люди говорили, этого не может быть. Не могли в Америке водиться слоны. Однако же в центре полуострова Юкатан мы видим настоящего слона. Лоб, глаза слона, четкий контур хобота. Некоторые археологи назвали это стилизованным изображением ара. Но это не птица типа попугая. Это именно слоновий хобот. Но другие антропологи говорят, что слон – плод воображения зрителя. Чуть позже мы поподробнее рассмотрим аномалии Египта и Майя. И некоторые загадочные подводные сооружения. Мы присоединимся к геологу, глубоко изучающему еще один аспект истории Атлантиды. Древнее оружие, которое и могло стереть с лица Земли эту цивилизацию. В каждой легенде присутствует зерно истины. Мне кажется, это зерно обычно связано с естественной катастрофой. Чем-то неожиданным, столь ужасающим, что остается в памяти. Чтобы докопаться до правды, пойдем по следам былых великих охотников за Атлантидой. Увлекательное повествование Платона об обреченной цивилизации веками разжигало воображение читателей. Однако лишь в наше время конгрессмен Игнатиус Доннелли снова привлек внимание к этому вопросу. Рожденный в 1831 году в Филадельфии, Доннелли верил в идею идеального общества. Он даже участвовал в поисках мифического города Ненингер в Миннесоте, но без какого-либо успеха. не издавшись, он написал книгу «Атлантида. Мир до потопа». В его восприятии Атлантида была райским садом, истоком всех успешных древних цивилизаций и родиной греческих богов и богиней. Доннелли расположил Атлантиду в районе Азорских островов. Люди верили его словам. Это было в середине 19 века, и он сказал, «Вот что я открыл». Археология в Тягуле только зарождалась. Раз он утверждал подобное, многие думали, «Почему нет? Все может быть». Затем идея Атлантиды захватила Германию начала 20 века, где секретное сообщество, названное Туле, организовывало экспедиции по всему миру в поисках следов арийской расы. Они верили, что родина арийской расы не что иное, как Атлантида, находящаяся в районе Гренландии и Исландии. Во время Второй мировой войны Адольф Гитлер, по имеющимся данным, посылал свою печально известную авиацию на поиски Атлантиды. Однако окончательно вернул Атлантиду на карту самопровозглашенный пророк Эдгар Кейси. Он утверждал, что ему было видение континента, прошедшего три основные стадии развития и сохранившегося в виде группы островов, предположительно, карибских. По Кейси, ее жители создали похожие на использующиеся в лазере кристаллы для электростанций, перегрузка которых повлекла взрыв. Также Кейси утверждал, что согласно его видениям, сфинкс был создан в 10500 году до нашей эры. На 8000 лет ранее, чем принято считать. И что уцелевшие жители Атлантиды замаскировали под ним зал летописи, содержащий всю мудрость их утерянной цивилизации и правдивую историю человечества. Кейси предсказал, что доказательство существования Атлантиды найдется в 1968-69 годах на Багамах. И действительно, в 1968 году пилоты, пролетая над островом Бимени, заметили с высоты полутора километров симметрично расположенные камни, названные Дорогой Бимени. Некоторые полагают, что это древний рукотворный волнорез, отгораживавший гавань. Несколько лет спустя подобная конструкция была обнаружена у острова Андрос, и названа Дорогой Андрос. Карибское море удалено от столбов Геракуа и входа в Средиземное море на 6,5 тысяч километров. Тем не менее, теория Багам привлекла всеобщее внимание. Наиболее страстный приверженец идеи Карибской Атлантиды Джордж Эриксон. Дороги Бимени и Андроса вписываются в мою концепцию Атлантиды, так как обе относятся к Багамской отмеле, которая должна была быть под водой и составлять часть Атлантиды в описанной Платоном времена гибели этой цивилизации. Как скульптуры слонов в Уфмале, так и потрясающая резьба в Кохунличе выбиваются из общего ряда. Эриксон поднимается на храм масок, пирамиду с лестницей посередине, окаймленной огромными каменными масками. Он считает, что эта маска – знак того, что люди не майя побывали здесь до строительства храма, и кто-то вырезал их образы на пирамиде. Это лицо Чака, бога дождя майя, но оно несет в себе черты жителей Атлантиды. Длинное лицо, квадратная челюсть, явно заметны усы, высокий лоб, орлиный нос. Мы не можем с уверенностью сказать, как выглядели жители Атлантиды, но по Эриксону известно, как они не выглядели. Они не выглядели, как майя. Майя не имели растительности на лице. Лица у них были круглыми и плоскими. Эриксон вернулся в поисках новых свидетельств, подтверждающих его теорию, что майя не были первыми жителями полуострова Юкатан. Археологи традиционно полагают, что первые люди, поселившиеся в Америке, попали туда по перешейку, ведшему из Сибири на Аляску, а затем мигрировали на юг. Но Джордж Эриксон верит, что древние Атланты достигли берегов Америки еще раньше. Он предполагает, что ближе к концу последнего ледникового периода Юкатан, Куба и Багамы были больше, чем сейчас. Факт, подтвержденный наукой. Но он заходит дальше, утверждая, что льды на планете были растоплены в результате катаклизма и затопили Атлантиды. Я полагаю, что разрушивший Атлантиду катаклизм был следствием Великого потопа. А сам потоп возник в результате столкновения с Землей кометы или астероида. Геологи подтверждают, что уровень моря поднялся за 10 тысяч лет. Но нет никаких свидетельств падения астероида или кометы в районе Карибского бассейна. Но Эриксон тверд в своих убеждениях. Я верю в реальность Атлантиды. Есть и глупые утверждения на эту тему, однако их спорность не ставит под сомнение то, что существовала развитая цивилизация, первопроходец в архитектуре, искусстве, математике, переживавшая свой золотой век. Я верю, что она была, и что ее поглотил потоп, и что отголоски ее до сих пор живы в Майя. Более традиционные археологи-антропологи считают бессмысленным с точки зрения науки, уж не говоря об оскорбительности, обсуждать интеллект и возможности Майя. Поясняет антрополог Джефф Блумстер. Всегда существовали любопытные теории об иноземцах, явившихся в Новый Свет, чтобы обучить туземцев, как строить города и развивать культуру. Лично мне кажется, несколько этноцентричным предполагать, что народы Нового Света не могли этого сделать самостоятельно и нуждались в помощи Старого Света. Правда состоит в том, что этому нет никаких доказательств. У некоторых туземных народов Центральной Америки действительно были легенды о богоподобных пилолицах из-за моря. Но данные по этому вопросу скудны. Однако в Египте есть люди, верящие, что настенные письмена в храмах твердые доказательства существования иной цивилизации. Побывали ли здесь жители Атлантиды, чтобы научить египтян строить пирамиды и сфинксы? И могли ли они оставить записи о своих проектах в библиотеке под сфинксом? Многие атлантоманы считают, что все пути ведут в Египет. В ходе проводимого Уильямом Генри Тура «Звездные врата богов» не только делишься мудрости древних египтян, но и задаешь себе вопрос, могла ли такая ранняя цивилизация «Возвести все это самостоятельно». Люди участвуют в этом туре, потому что чувствуют, что им рассказывают не всю правду. Им хочется дать волю воображению, посмотреть на те же самые вещи, которые видят остальные, несколько под другим углом, а затем увидеть храмы своими глазами и понять, что всех так в этом будоражит. Группа спускается по Нилу к волшебному храму Хоруса в Этфу. Это лучший прочих сохранившийся египетский храм, строительство которого было завершено в 57-м году до нашей эры. Как и у многих храмов Египта, его история написана на его стенах. Уильям Генри показывает то, что считает доказательством существования Атлантиды. То, что мы сейчас видим, это тексты храма Этфу, рассказывающие историю инопланетных существ, пришедших на Землю и создавших на ней остров, весьма напоминающий Атлантиду Платона. Кстати, я думаю, наблюдаемые нами в этом храме записи являются исходными текстами, которые использовал Платон. Платон действительно говорил, что его источник – египетские жрецы. Но этот храм был построен уже после смерти Платона. Но, по словам экскурсоводов, храм – лишь одна из частей головоломки. Они также считают, что сфинксы, знаменитые пирамиды – не просто монументы, а еще и материальные доказательства посещения Египта Атлантами. Большинство египтологов согласны, что этот гигантский полулев-получеловек создан в одно время с пирамидами, приблизительно в 2500 году до н.э. Но Уильям Генри считает, что он должен был быть создан ранее. Он согласен с теорией Эдгара Кейси, что зал летописи Атлантиды был построен под сфинксом где-то в 10-тысячном году до н.э. И он подозревает, что жители Атлантиды спрятали там свои записи после руководства строительства. Никто не может сказать с уверенностью, что именно там погребено. Но разговоров об этом много. И научно подтверждено, что внизу находится комната, как это указано на этом камне. Кейси предрек, что зал летописей будет обнаружен и вскрыт между 1996 и 1998 годами. Пока что мы отстаем от расписания. Но многие люди все еще верят в его существование. Среди них инженер Билл Браун, поставивший себе цель найти зал летописи. Браун много недель составлял карту области, используя систему геодезических спутников и специальный радар. Я пришел сюда уже с подтверждением, что найду что-то под землей. Сейчас у нас есть тому доказательство. На 10-метровой глубине должна находиться пещера. Она уходит на 38 метров вглубь. Пещера заполнена глиной, внутри которой находится что-то типа оболочки. Служила ли эта оболочка для хранения записи атлантов или нет, Браун уверен, что он на пороге Великого Открытия. Зал летописей расскажет нам о жителях Атлантиды. Это история Атлантиды до ее падения и указание причин ее разрушения, которое может послужить нам уроком. Участники тура «Звездные врата богов» надеялись поприсутствовать при раскопках зала летописи Биллом Брауном. Но разрешение на раскопки пока не получено, а потому они совершают экскурсию к пирамиде Хеопса. Генри ведет группу через лабиринт, а затем по лестнице в большое пещерообразное помещение, чтобы здесь медитировать. Мы находимся в фараоновом зале пирамиды Хеопса. Очень мощное место для медитации и подсоединения к звездной энергии. Группа поражена огромными глыбами, из которых выстроен зал. Генри считает, что, как и стены пирамиды в Гизе, они слишком велики, чтобы египтяне могли их двигать. И только сверхчеловеческие технологии позволили водрузить их на место. Технологии Атлантов. Уильям Генри покидает пирамиду Хеопса на закате, изменившись благодаря увиденному внутри. Феноменально! Абсолютно феноменально! Настоящее чудо! Могли ли жители Атлантиды на самом деле попасть в Египет и построить эти сооружения? Если да, то как? По мнению Генри, ответ можно найти в местечке Абу-Джираб. Оно расположено в стороне от туристических маршрутов. Здесь находятся развалины двух храмов Солнца Пятой династии. Но Уильям Генри верит, что здесь есть нечто большее. Мы направляемся в Абу-Джираб, одно из древнейших культовых мест планеты. Древние египтяне утверждали, что здесь появлялись жители звезд. База приземления НЛО. Я думаю, звездные существа Атланты явились сюда через звездные врата. Генри считает, что Атланты родом из созвездия Плеяд и явились на Землю сквозь звездные врата. Гипотетические приспособления для путешествий сквозь пространство и время. И он полагает, что Абу-Джираб место их первого приземления. Очень немногие знают об этом. Но то, что мы постепенно открываем, может иметь колоссальное значение для теории Атлантиды. Генри идет по песку пустыни к чему-то напоминающему останки здания или алтаря. Если положить руки сюда, мы замечаем закругленный край. Он очень гладкий. Некоторые думают, что это свидетельство развитой технологии древних. Как можно делать такое медным забилом? А именно так считают египтологи. Это просто бессмыслица. Точность работы, гладкость – это абсолютно невероятно. Научная общественность придерживается иного мнения. Египтолог Салима Икрам эксперт по мумиям. Она занимается древним Египтом более 20 лет и возражает против идеи, что сокровища древнего Египта построили инопланетяне. Это говорит о неспособности оценить факты, что жившие здесь люди были способны создать все это без посторонней помощи. Это оскорбительно. К тому же имеется масса археологических свидетельств, детально увековечивших процесс построения пирамид египтянами. А многие историки и ученые подозревают, что предание об Атлантиде всего лишь предание. Но, как и многие легенды, она может основываться на исторических данных. Многие полагают, что людей и места его вдохновивших Платон нашел совсем недалеко. Где бы мы ни предположили местоположение Атлантиды, это должен быть старый свет. Средиземноморье, побережье Испании или еще какая-нибудь местность хорошо знакомая Платону. Остров Рай Санторини расположен в голубых водах Эгейского моря и служил аванпостом очень успешной цивилизации бронзового века за столетия до Платона. Его населял богатый и развитый народ, занимавшийся мореплаванием и торговлей в Средиземноморье. А затем, практически за ночь, его не стало. Эта история удивительным образом напоминает сказку про Атлантиду. Возможно, наука может разрешить загадку Атлантиды. Многие, следуя описанию Платона за Геракловыми столбами, предполагают, что потерянный континент должен быть за проливом Гибралтара, где-то в Атлантическом океане. Но миром Платону было Средиземноморье. Что если Геракловыми столбами были местные береговые знаки, для которых можно было доплыть на корабле из Греции? И что если за ними находилась островная цивилизация со своей системой управления, торговыми маршрутами и внушительной армией? И она была разрушена в результате катаклизма столь мощного, что отголоски дошли до материка. Такое место существовало. Между 3000 и 1100 годом до нашей эры первая истинно европейская цивилизация процветала на Санторини и Крите. Представители ее звались Минойцами и были мирными, спортивными и творческими людьми, на годы опережающими свою эпоху. Знаменитый Кнонский дворец даже имел водопроводную систему. Это была высокоразвитая цивилизация. Возможно ли, что предостерегающая история Платона была вдохновлена Минойцами? И что с ними случилось? Ответ может дать наука. Приблизительно в 1640 году до нашей эры за 1300 лет до Платона мощное извержение вулкана разорвало островок Санторини надвое. Большая часть острова погрузилась под воду, прихватив с собой аванпост высокоцивилизованных минойцев. В 1939 году греческий археолог Спиридон Маринатос раскопал часть Санторини в поисках утерянных очагов минойской цивилизации. И под слоями грязи и пепла он их нашел. Под вулканическим пеплом сохранился легендарный город Акротири. Он нашел очень развитый город. Акротири состоял из зданий, складов для зерна и вина и, конечно, самой потрясающей отделки, какую только можно себе представить. Он был разрушен в течение суток сильным извержением вулкана, на котором находился. Акротири вполне подходит под описание Платона. Маринатос предположил, что судьба Санторини могла лечь в основу истории Платона про Атлантиду. Геолог Флойд Маккой считает, что он может быть прав. Речь идет о чем-то исчезнувшем неожиданно, о чем-то по сути взорвавшемся. А единственное способное сделать это столь грандиозна сила в природе извержение вулкана. Извержение на Санторини было не менее мощным, чем известное извержение Крокотау в Индонезии в 1883 году и почти в 10 раз мощнее, чем на горе Святой Елены в 1980 Флойд Маккой направляется на катере Кальдеры к гигантскому кратеру сформированному центральной частью вулкана. Более 3600 лет после катастрофического извержения признаки ужасающей мощи вулкана дают о себе знать. И если верить Маккою, повторение прошлого вопрос времени. Сегодня эпицентр находится тут. Здесь сконцентрированы подземные толчки. Вулкан восстанавливается. Дайте ему 20 тысяч лет и что здесь будет? Очень большой остров. Возможно, он будет мало отличаться от себя даже в бронзовом веке. Не голые скалы, как сейчас, а почва, деревья, может быть, кустарники и люди. Признаки того, что вулкан жив и потенциально опасен повсюду. Да, здесь жарко. Это выходит горячий газ. Желтая это серая. Белая окис серый. Из-под земли исходит жар. Откуда он? Жар идет от магмы, жидкого камня глубоко под землей. Это завораживающая картина. Любой вулканолог скажет, что магма у нас под ногами активна. Эта штука может рвануть в любой момент. Вне всякого сомнения этот вулкан разрушил Акротири. Но как он смог уничтожить всю Миноискую цивилизацию? Центр, который был на Крите, в 100 километрах отсюда. Уроженца Крита инженера Костаса Синалакиса всегда завораживала сила моря. Сейчас он специализируется на самом разрушительном явлении океана цунами. Кто лучше него знает, что цунами может быть вызвано сильным извержением вулкана? Мы не знаем в точности, что произошло с Санторини. Но у нас, как доводится в науке, есть гипотеза. Мы полагаем, что Санторини был практически полностью разрушен вулканом. Возникшая вследствие извержения приливная волна от цунами дошла до Крита. И это сильно ударило поминойской цивилизацией. Санторини в древности, как известно, был торговым центром Средиземноморья. Вроде современного Гонконга. В последние годы по миру прошла серия смертельных пол. цунами в Индийском океане в 2004 году уничтожило 225 тысяч человек. А за пять лет до того, здесь, в Средиземноморье, цунами разрушила часть Турции. Картина исчезающего в морской пучине города не столь уж нереальна и сейчас. Мы наблюдали подобное в 1999 году во время грандиозного измитского землетрясения, унесшего 17 тысяч жизней. Так была ли минойская культура прототипом Атлантиды Платон? Является ли разрушенная Кротири истинной Атлантидой? Определенно детали случившегося в 1640 году до нашей эры очень напоминают историю потерянной цивилизации Платона. Развитое общество, внезапное исчезновение, география Санторини и его вулканические почвы. Могли лиспавшие семенойцы рассказать историю на материке в Греции, передавая ее из поколения в поколение, пока она не достигла ушей Платона. Косвенные признаки очевидны, но прямые доказательства изли существовали давно канули лету. Была ли эта Атлантида? Сложно сказать. Атлантида это легенда. Насколько она правдива и где она могла быть? Хочется верить в красивую историю, но я ученый и нуждаюсь в твердых доказательствах. А их пока нет. Многие убеждены, что Атлантида и Акратири одно и то же. Правдивая история развитого и богатого острова, стертого с лица земли буквально за сутки могла пережить века и быть принятой классической греческой культурой и ее величайшим учителем Платон. Если требуется найти развитую цивилизацию в области, где по предположениям была Атлантида, Минойская лучший вариант. Но может ли наука объяснить поразительное свидетельство того, что богоподобные существа оказывали помощь народам вроде майя и египтян? Способна ли она понять значение этих пугающих современных настенных рисунков или резных изображений, вряд ли имеющих земное происхождение? Сказка о волшебном утопическом городе континенте Атлантиды, ее высокоразвитых жителях и внезапном исчезновении завораживала людей веками. Она импонирует даже скептикам. Атлантида одна из самых живучих загадок нашего времени. Но кто разработал и построил монументы античных цивилизаций? Выжившие ли Атланты или их инопланетные родичи? В долине Гиза и на полуострове Юкатан ведутся одни из самых интенсивных археологических раскопок в мире. И нигде не было обнаружено свидетельств того, что люди из Атлантиды причастны к их строению. Тем не менее, некоторые парадоксы нуждаются в объяснение. Больше всего, пожалуй, привлекают внимание египетские рисунки в Абидосе, в которых многие видят вертолет, подводную лодку и НЛО. Могли ли египтяне знать о подобных вещах? В действительности эти изображения были дорисованы. Изначально храм Абидоса посвящался фараону Сети, но в более поздние времена поверх старых были нанесены надписи, прославляющие Рамзеса II. Часть отделки со временем отвалилась, и знаки приняли такие странные формы. Отделите друг от друга знаки, относящиеся к разным периодам, и рисунки больше не похожи на чудеса техники. Но все еще остается вопрос о том, что же находится под сфинксом, где, по словам известного экстрасенса Эдгара Кейси, должен быть зал летописи Атлантов, что показал радар Билла Брауна. Зал летописи существует. Я верю, что он сохранился, и что в ближайшее время мы найдем тому доказательство. Египтологи не потрясены такими утверждениями. Они копают и копают безрезультатно. Я знаю, что многие искали зал летописи и секреты Атлантиды под лапами сфинкса. Но, несмотря на все их изыскания, никто из них не нашел этому подтверждения. Может, они найдут их в будущем, но я сомневаюсь, учитывая, сколько уже работ в этом направлении проделано. Пока зал летописи не найден, стоит отдать должное древним египтянам, создавшим величайшие архитектурные шедевры античности. Зачем нам нужно, чтобы пришельцы из космоса сделали что-то, если жившие здесь люди вполне могли сделать это сами? Можно ли сказать тоже о Юкатане? Антрополог Джордж Эриксон твердо верит, что усатые люди и хобот слона на храмах майя доказательства древней культуры Атлантиды. Знаете, на полуострове Юкатан есть столько знаков, заставляющих меня поверить, что атланты посетили эти места и обогатили майя достижениями своей цивилизации. Знаток майя Джефф Блумстер не согласен. Нет абсолютно никаких свидетельств того, что люди, заселившие Юкатан, приплыли с карибов из места под названием Атлантиды. Как же объяснить необычность масок в Кахунличе? Маска в Кахунличе изображает бога солнца майя Кинчахау. Иногда бога солнца рисовали со спиралеобразными элементами по краям рта. Это могло изображать дым, а некоторые считают, что змей. Плюс ко всему, оказалось, что майя имели растительность на лице. Мысль о том, что майя не имели растительности на лице прискорбное недоразумение. Загляните сегодня в любую общину майя в Мексике или Гватемале и увидите майя с бородами и усами. Наверняка не носили их всегда. А как насчет слоновых хоботов в ушмале? Доказывает ли это, что в Америке бывали слоны Атлантиды? На масках вовсе не слоны. Это серия элементов мира майя, в которых реальные черты соединяются со сверхъестественными образами. Например, эти носы иногда олицетворяют птичьи клювы, иногда морды рептилий, и даже топиров, которых майя должны были знать. Океанограф Ричард Элис не видит реальной подоплеки в теории Эриксона о комете, вызвавшей наводнение, разрушившее Карибскую Атлантиду. Мое мнение насчет Атлантиды в Карибском бассейне это чушь. Геология и формирование Карибских островов, Мексики, Губы очень, очень хорошо изучены. И не может быть и речи о затоплении каких-то больших частей суши. Да и Южная Америка весьма далека от системы координат Платона. Могла ли Атлантида находиться в районе Юкатана? Атлантида могла быть где угодно. Но думаю, что вряд ли здесь. Более вероятно, что она находится в местности, которая была знакома Платону. Возможно, где-нибудь вроде греческого острова Санторини. Развитая Минойской цивилизация подходит под Платоновое описание Атлантиды. Но и только. Платон описывал размеры Атлантиды как Азию и Ливию вместе взятые. Санторини этому не соответствует. Также он находится не за столбами Геракла, если предположить, что Платон говорил на Гибралтаре. И хотя вулкан и разрушил Минойскую цивилизацию, это произошло за 900, а не за 9000 лет до написания Платоном диалогов. Одни части легенды прекрасно подходят, но другие не вписываются никак. 50 на 50 ничто не перевешивает. для того, чтобы это сработало, надо просто взять некоторые элементы и отбросить остальные. Но для приверженцев чего-либо надежда всегда умирает последняя. И вера одного человека в легендарную Трою до сих пор вдохновляет на поиски Атлантиды. В 1873 году немецкий авантюрист Генрих Шлиман отыскал Древнюю Трою, доказав, что Гомеровский эпос Элиада и Одиссея основан на реальных фактах. Джордж Эриксон обращает наше внимание на то, что многие считали Шлимана безумцем за его веру в мифы. И каков результат? Шлиман показал нам, что не обязательно верить тому, что считается общепринятым. надо продолжать искать ответы, имеющие смысл для тебя. Но скептики считают, что за ответами должны стоять твердые доказательства. Можно поинтересоваться, если Атланты были здесь, почему не осталось реальных следов их происхождения, их кораблей или другой техники? Тайна остается неразгаданной. Может, Платон написал свою басню без задней мысли? А может быть, где-нибудь и ждет своих открывателей потерянной цивилизации? Возможно, написанная Платоном не историческая летопись, а просто басня, где Атлантида призвана проиллюстрировать, что случается, когда вырастаешь из детских штанишек. Я верю, что история про Атлантиду правда. И уверен, что в ближайшие десятилетия мы получим новые ошеломляющие свидетельства о ней. Пока не будет свидетельств, которые можно будет подержать в руках или увидеть и сказать, это может быть только из Атлантиды, до этого момента я не поверю ни единому слову. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok